Цены на зимние шины доросли до исторического максимума. Как утверждают эксперты, рост цен по сравнению с прошлым сезоном составляет 25%, и это еще до наступления холодов. Основными причинами эксперты называют увеличение стоимости каучука и снижение объемов производства. Немаловажную роль сыграло введение в ноябре прошлого года системы обязательной маркировки покрышек. Особенно сильно выросла цена на импортные шины. Отечественные производители увеличили стоимость на 15%. Если мы возьмем самый популярный размер, скажем, 195-65-15, то российский производитель будет стоимостью порядка 3200-3500 рублей, а иностранный производитель будет порядка 4500-5, а то и 6000 рублей. Есть несколько причин. Первый – это, безусловно, подорожание сырья, которое уходит в шину. Во-вторых, очень серьезно подорожал фрахт. Ну и, наверное, сказывается общий дефицит шин, потому что на сегодняшний день очень много производимых в России покрышек уходит на экспорт. Рост цен ощутили на себе все автовладельцы города. Но, как показал опрос телекомпании «Самара ГИС», в первую очередь с проблемой покупки новых колес сталкиваются те, кто приобрел автомобиль недавно. Купил машину только что, на днях прям. Сейчас буду искать зимнюю резину, все подорожало. Примерно в районе 40 тысяч сейчас выют 4 колеса зимних. Ну, куда бежать, что я делать, не знаю. У меня была другая машина, это новая, говорю, поэтому нет резины. И на прошлой машине было пониже стоимость, и, ну, брали как бы два года назад эту резину. И сейчас, ну, весомое такое отличие. Вячеслав Летюшин покупает уже не первый комплект колес для своего авто. В этом году он, как никто другой, почувствовал на себе изменение цен на рынке. Только что приобрел колеса, 28,5 тысяч. Улучшая вся резина. Дороже стало намного, процент, наверное, на 20. У меня товарищ брал примерно такую же за 6 тысяч за комплект, за одну штук, сейчас 7 с лишним. Некоторые автовладельцы в погоне за экономией приобретают резину, уже бывшую в употреблении. Но, по словам специалистов, такой выбор может негативно сказаться на безопасности управления транспортным средством и существенно повлиять на длину тормозного пути. Не рекомендуем использовать БУ. Ну, тут, смотрите, вопрос первый стоит задать. Как эксплуатировали до вас эту шину? Непонятно, да? Мы же не можем узнать. Вопрос хранения и вопрос транспортировки. Все эти факторы влияют на срок службы шины. Новая шина имеет глубину протектора 8 миллиметров. Эксперты утверждают, что, приобретая поддержанную покрышку, остаточная глубина протектора будет составлять от 4 до 6 миллиметров. Поэтому срок ее службы будет не более двух сезонов. А это неизбежно приведет к большим затратам в будущем. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. Максим Магомедов, Максим Гусев.